Здравствуйте, уважаемые друзья! Мы продолжаем чтение курса матрицы плотности и переходим к основам квантовой теории информации. После достаточно нудного параграфа про классическую теорию информации, в которую я просто вводил определения, достаточно мало их, поясняя физическими примерами, здесь, мне кажется, будет побольше и поинтереснее и примеров различных, и вообще квантовой информации, она поинтереснее, наверное, чем классическая. И, как мы помним, наш раздел про классическую теорию информации был, так сказать, сопровожден эпиграфом «it from bit», то есть «все из бита», да? Вот, но поскольку «все из бита», «пошло» и повторяется, то вот пришли квантовые постмодернисты и «все обыграли заново». Теперь у нас новый девиз на эту часть, а именно «it from qubit», то есть «все происходит из квантового бита», и, иными словами, все теории, в том числе и квантовую механику, можно построить из квантовой теории информации. Ну, это если этот девиз, так сказать, расширять. Я не знаю, прочту ли я вам лекцию про аксиомы квантовой механики, которая основана на квантовой теории информации. Мне все хотелось эту лекцию прочесть, но если она и будет, то в самом конце курса, а может быть, запишу потом, как дополнительную уже после всего курса. Вот. Ну, на самом деле, я хотел бы это сделать. А сейчас мы просто поговорим, что нового квантовой теории информации, ну, и на самом деле, давайте так, квантовая энтропия или энтропия фон Неймана может принести в понимание квантово-механических процессов, в том числе и в понимание процессов измерения. Вот давайте в основном об этом поговорим. У нас там будет много различных энтропий, и я их буду сравнивать с классическими энтропиями, которые вот я на доске на прошлой лекции вам выписал. Итак, прежде всего, надо ввести эту самую квантовую энтропию. Ну, или иначе, энтропия фон Неймана, поскольку, как вы, наверное, догадываетесь, Джон фон Нейман ее впервые придумал и ввел. Да, он много чего впервые про матрицу плотности сделал. Ну, и, естественно, энтропия квантовая будет напрямую завязана с матрицей плотности, то есть с темой нашего курса. Итак, давайте рассмотрим некоторую микросистему. Пусть она описывается матрицей плотности ρ. Давайте найдем собственные векторы и собственные значения соответствующей матрицы плотности. Соответственно, в базисе собственных векторов матрица плотности ρ будет иметь диагональный вид. Как мы помним, на диагонали будут стоять собственные значения ρ и Т, которые будут иметь смысл, вероятность появления соответствующего состояния. Да, естественно, что, поскольку мы помним, что диагональный матричный элемент — это есть вероятность появления чего-то, ну, смотря в каком базисе это записано, то, как любая вероятность, она не отрицательна, не превосходит единицу, а нормировка матрицы плотности, что ее след равен единице, естественно, означает, что сумма всех ро и Т, то есть сумма всех диагональных матричных элементов равна единице. Правда? Ну, или сумма всех собственных значений матрицы плотности ρ равна единице. Это на всякий случай напоминаю. Вот. Тогда, друзья мои, очевидно, что мы можем построить набор случайных величин, этих самых ρ и Т, которые взяты с вероятностями и соответствующими этим случайным величинам вероятности тоже ρ и Т. Правда? Да? Согласны? Можем такой вот ансамбль построить. И, соответственно, для этого ансамбля записать шенноновскую энтропию. Значит, раньше у нас была энтропия, помните, обозначалась буквкой H, сейчас будет энтропия квантовая, обозначается буквкой S, чтобы квантовую энтропию отличать от классической. Но тогда, когда у нас матрица плотности имеет диагональный вид, естественно, что мы ожидаем, что, построив тот ансамбль, который у нас есть, что наш ансамбль, к нашему ансамблю полностью применено понятие построения шенноновской классической энтропии и по аналогии шенноновской классической энтропии строим квантовую энтропию в терминах собственных значений матрицы плотности ρ, для состояния, описываемого матрицей плотности ρ. И вот такая энтропия, она называется квантовой энтропией состояния ρ, или энтропией фон Неймана. Теперь вопрос следующий. Во-первых, нельзя ли как-нибудь эту энтропию записать более универсально? Ну, например, смотрите. У нас есть оператор ρ. Мы про оператор ρ, не зная его явного матричного представления, а ведь чтобы найти собственное значение, вообще нам нужно какое-то явное представление, например, матричное, много чего про него и так знаем, про его свойства. А сейчас определение энтропии фон Неймана, оно сильно завязано на конкретный вид, что мы знаем конкретный вид этого самого оператора ρ, и с помощью этого конкретного вида можем найти весь набор собственных значений. Это плохое определение, согласитесь. Это хорошее определение, чтобы считать цифры, но плохое определение, чтобы доказывать какие-нибудь общие теоремы или писать какие-нибудь общие уравнения на эту энтропию. Согласитесь, да? Поэтому давайте мы попробуем, раз энтропия фон Неймана зависит от диагональных матричных элементов, наверное, скорее всего, она зависит и вообще как-то должна зависеть от матрицы плотности ρ, да? Хорошо. И первое, поэтому, что мы с вами докажем, это докажем, что энтропия можно переписать, ну как именно функцию от матрицы плотности ρ, S, S от ρ, значит, как среднее значение значение по состоянию ρ квантовой системы от оператора S. А оператор S, у нас оператор энтропии, будет минус логарифм от матрицы плотности, ну или от оператора плотности. Да? Это оператор энтропии. Или, иными словами, памятую, что среднее, это у нас есть от какого-то оператора, у нас есть след этого оператора и матрицы плотности, что энтропию можно записать как минус след ρ логарифм ρ. Это первое, что мы должны написать. И заметим, что эта запись уже, ну она как бы, во-первых, более общая, она не требует у нас, чтобы мы, оператор ρ, знали, то есть матрицы плотности знали в каком-то конкретном виде и чтобы конкретно нашли ее собственные значения и подставили в определение. Вот сейчас мы докажем, что вот эта запись или эта формула для энтропии фон Неймана эквивалентна вот этой записи, ну если перейти в базе собственных векторов матрицы плотности. Вот. Хорошо, друзья мои. Ну, прежде всего, для доказательства, давайте начнем с того факта, что если у нас есть какая-то гладенькая хорошая функция от оператора, и мы ей действуем на собственный вектор этого самого оператора, ну в данном случае оператора ρ, то мы получим, так сказать, ту же самую функцию от собственного значения, ну отвечающего данному собственному вектору или соответствующего данному собственному вектору. Тогда давайте сначала покажем, что вот эта конструкция, вот ρ, логарифм ρ, вот в базисе собственных векторов ровно воспроизводит вот конструкцию для энтропии фон Неймана, которую мы уже писали через собственные значения. Действительно, давайте рассмотрим базис собственных векторов и вычислим этот след. След это, что это сумма диагональных матричных элементов, и мы помним, что след не зависит от базиса. Правда? Ну вот, базис собственных векторов оператора ρ, сумма соответствующих диагональных матричных элементов. Вспоминая вот это выражение, видим, что это будет сумма, что такое? ρ и т логарифм ρ и т каждый раз. Ну, а здесь будет, так сказать, скалярное произведение двух собственных векторов с одним и тем же индексом и, то есть будет единица. Правда? Поэтому это будет вот такая сумма. И поскольку мы перебираем по всем возможным собственным векторам, здесь будет сумма по всем возможным собственным значениям. все речи, они же диагональные матричные элементы матрицы плотности ρ в базисе собственных векторов. То есть, мы с вами показали, что в базисе собственных векторов пока вот эта конструкция воспроизводит вот эту конструкцию. Да? Теперь давайте перейдем в какой-нибудь другой базис от базису собственных векторов матрицы плотности ρ. Мы помним, что переход от одного базиса к другому в гильвитовом пространстве происходит при помощи унитарного преобразования. Правда? Поэтому вот давайте возьмем унитарное преобразование и сделаем соответствующий переход. Ну, какой-то другой базис, нам не важно какой совершенно. Давайте, так сказать, чтобы отличать матрицу плотности в базисе собственных векторов и матрицу плотности после преобразования унитарного в другом базисе, в котором она, естественно, скорее всего, не будет диагональной. То есть, мы не предполагаем, что она теперь диагональна. Вот, обозначим, давайте ее ρ со звездой. Тогда ρ со звездой есть у, ρ, у крест. Помните, мы смотрели унитарную эволюцию матрицы плотности ρ, когда рассматривали уравнение фон Неймана. Правильно? Да? Как они устроены. Здесь мы этим просто пользуемся. Теперь, друзья мои, возьмем какую-нибудь наблюдаемую, в данном случае наблюдаемую А, и рассмотрим ее среднее значение в одной и той же системе, которая описывается нашей матрицей плотности. Мы понимаем, что собственное значение наблюдаемой А, вернее, среднее значение наблюдаемой А по состоянию одной и той же квантовой системы не должно зависеть от того, совершенно не должно зависеть от того, значит, в каком базисе записана матрица плотности ρ. То есть, А среднее поро есть А среднее поро со звездой. Хорошо, друзья мои. Теперь давайте мы с вами возьмем и рассмотрим все составляющие вот здесь того, что у нас стоит под следом. Ну, прежде всего, друзья мои, давайте рассмотрим логарифм ρ со звездой. Это что такое? Это логарифм ρ у креста. Теперь воспользуемся логарифмами тем, что произведение под логарифмом есть сумма логарифмов и уберем логарифм от ту. Воспользуемся перестановочностью суммы. Это не есть, так сказать, не связано никаким образом с коммутативностью или не коммутативностью произведения. Правда, мы это обошли. И переставим логарифм сюда. Тогда можно воспользоваться опять свойством логарифмов. Ну, увидеть, что логарифм ρ со звездой равен логарифму ρ. Тогда рассмотрим значение энтропии s в произвольном базисе. Это что такое будет? Это будет среднее от оператора энтропии, то есть от соответствующего ρ со звездой по ρ, логарифма ρ со звездой по ρ со звездой. Мы только что сказали, что это среднее не должно зависеть от чего это берется. Это будет среднее от ρ со звездой по логарифму ρ со звездой по ρ. А мы доказали, что логарифм Ро со звездой равен логарифму Ро. Это среднее Ро по Ро. А среднее Ро по Ро — это вот, правда, логарифм Ро по Ро, которое есть соответствующее наше определение через диагональные матричные элементы, которое совпадает с этой энтропией. Таким образом, мы доказали, что две вещи. Что? Энтропия квантовой системы, которая описывается матрицей плотности Ро в произвольном базисе, а не только в базисе диагональных, вернее, не только в базисе собственных векторов матрицы плотности Ро, где матрица Ро диагональна, в любом базисе, в любом представлении записывается через минус след Ро в логарифм Ро. И мы теперь не будем вообще даже об этом задумываться. А с другой стороны, мы доказали еще очень милую вещь, а именно, что энтропия при унитарном преобразовании не меняется. Ну, поскольку, так сказать, при унитарном преобразовании энтропия перешла сама вся. Но унитарное преобразование — это не только переход от базиса к базису. Это еще, например, унитарная эволюция замкнутой квантовой системы. Поэтому энтропия замкнутой системы, в данном случае квантовой, не меняется. Ну, так просто. В качестве довеска ко всему доказали. Правда, мило? Мило. Значит, теперь вопрос, что делать с двумя формулами. С одной стороны, у нас есть вот эта прекрасная общая формула. А с другой стороны, у нас есть вот такая частная формула для энтропии фон Немен или квантовой энтропии, с которой мы стартовали. Какая из формул лучше? И здесь ответ на этот вопрос существенно зависит от того, а какую задачу вы хотите решить. Если вы хотите доказывать какие-то общие соотношения, связанные с матрицей плотности и связанные с энтропией, которая зависит от матрицы плотности, то, естественно, вот это соотношение, которое не привязано к конкретному базису, является для подобных вещей идеальным. Но если у вас стоит задача посчитать энтропию конкретного состояния, которое задано конкретной матрицей плотности, то вот эта формула как-то нам, мягко скажем, не очень помогает. В этом, правда? В таком расчете. Зато такая формула, то есть приводим матрицу плотности к диагональному виду, находим путем нахождения всех собственных значений, подставляем выражение для энтропии фон Неймана, получаем число конкретной энтропии для конкретной системы. Ну тогда это вообще просто идеал, если мы хотим какое-то число получить. Да? То есть у нас есть две формулы, эквивалентные друг другу, которые удобно использовать в разных практических случаях. Ну вот давайте рассмотрим тот самый практический случай, а именно нам надо вычислить энтропию фон Неймана для квантовой системы, состояние которой задается вот такой матрицей плотности. Ну, во-первых, проверьте, что эта матрица действительно является матрицей плотности. Это вы сделаете самостоятельно. А дальше все, как мы хотели. Если получить надо число, надо найти собственные значения нашей матрицы. Собственные значения нашей матрицы считаются через характеристическое, или, по-моему, секулярное называется еще, уравнение, соответствующий такой детерминант. Вот, считаем, получаем уравнение третьей степени на лямбду. Я уж его выписывать не буду. Ну, как мы знаем, уравнение третьей степени, вообще говоря, не всегда решается. Но я человек хитрый, я подобрал такую матрицу плотности, долго подбирал. Вот, чтобы получившееся уравнение третьей степени имело вполне себе хорошие корни. Вот здесь мы видим, корни — это два корня по 1 шестой и один корень по 2 трети. Тогда, найдя уже эти собственные значения, мы их подставляем в формулу для энтропии фон Неймана через собственные значения. И дальше уже легкое вычисление при помощи калькулятора. Это будет вот что-то типа 1,25 бита или там 0,87 НАТО. Ну, НАТО через натуральные логарифмы было в данном случае проще считать. Ну, помните, что биты и НАТО там связаны, нужно умножить и поделить, либо, так сказать, поделить на логарифмы по основанию 2 натуральные. Поэтому, если вы нашли одно что-то, легко находите другое. Вот характерный пример. Я вот подумаю, может, я на экзамене какие-то такие задачки подкину, простенькие решить. Да? Хорошо. Ну, вот теперь мы про энтропию замкнутой квантовой системы поговорим. Собственно, я уже сказал, что мы запросто так получили, что энтропия замкнутой квантовой системы сохраняется. Здесь я еще раз про это напомню, что если у нас есть замкнутая квантовая система, то согласно вот тому результату, который мы получили в параграфе, в котором мы рассматривали квантовое уравнение Леу-Вилля, замкнутая квантовая система претерпевает всегда матрица плотности унитарную эволюцию. Ну, а поскольку, как мы уже поняли, энтропия от унитарного преобразования не зависит, не важно, какое-то унитарное преобразование, временное, или, так сказать, переход от одного базиса к другому, то есть представление какое-то, вот, то, естественно, энтропия замкнутой квантовой системы сохраняется во время вопроса, а вот можно ли не по-шамански это сделать, а по-рабоче-крестьянски? Можно и по-рабоче-крестьянски это сделать, но сложнее будет. То есть можно взять производную ДСПДТ, вот, соответственно, энтропия у нас известна, надо взять вот такую производную, вот, воспользоваться уравнением фон Неймана, в дальнейшем, когда мы берем производные, да, от ДРОПДТ, заменить все, так сказать, их коммутаторами из уравнения фон Неймана, воспользоваться различными коммутативностями, цикличностями следа, и в конце концов, ну, по крайней мере, для конечномерных квантовых систем, да, и в конце концов вы приходите к утверждению, что ДСПДТ действительно равно нулем. И вот это прямое вычисление я оставляю вам проделать, просто ради интереса, увидеть, что либо это вот дифференцирование определения получается, подстановка уравнения фон Неймана, либо, ну, вот, немножко подумав, что лучше. Как вы считаете, что лучше, подумав или продифференцировав? Ну, подумав, кажется, проще, но понимаете, что перед этим надо много думать, а продифференцировать реально сложнее технически, потому что здесь одна строчка, а здесь, ну, в общем-то, расчет такой, ну, он простой, но муторный, да, вот, но зато вы вообще не задумываетесь ни о чем, просто дифференцируйте и все. Хорошо. А вот теперь давайте поговорим на ограничение на величину энтропии фон Неймана, то есть квантовой. Классическое мы помним, Шеннамское, это от нуля до логарифма n, да, а теперь давайте рассмотрим, соответственно, энтропию фон Неймана в n-мерном гильбертовом пространстве, да, ну, смажется плотность n на n, да, вот, тогда у нее будет, вообще говоря, при приведении к диагональному виду, что такое n собственных значений, да, согласны? Вот, ну, некоторые из них могут совпадать, но мы же всегда различить можем. И в этом смысле в, значит, представлении или в записи, значит, представлении собственных векторов, где она имеет диагональный вид, она ничем от Шеннамской энтропии не отличается, да, вот в этом случае. и мы понимаем, что проводя все те же рассуждения, которые мы проводили для Шеннамской энтропии, ну, например, все роиты больше либо равны нуля, меньше либо равны единицы, да, поэтому вот каждый из слагаемых минус, вот эта слагаемая, они положительные, сумма положительных, ну, не отрицательная, сумма не отрицательных слагаемых не отрицательная, значит, s больше либо равно нуля, да, Дальше на все роиты есть у нас условия след матрицы плотности равен единице, то есть сумма роиты равна единице. И также в точности находим максимум этой суммы, как мы находили максимум аналогичной полностью суммы для шенноновской энтропии. Получаем ограничение сверху логарифм n, то есть размерности пространства. Согласны? То есть все точно так же. И соответствующая квантовая энтропия фон Неймана, она тоже больше либо равна нуля, меньше либо равна логарифм n. Хорошо. А вот теперь гораздо интереснее вещь. Хотя на первый взгляд она считается тривиально, как еще один пример. А именно давайте посчитаем энтропию любого чистого состояния. Итак, если у нас есть любое чистое состояние, Пси, то его энтропия — это проектор на это самое чистое состояние. Давайте найдем собственные векторы и собственные значения этого проектора. Ну вот действуем на собственные векторы и получаем собственные значения. Давайте подействуем проектором. Что здесь будет? Пси. На скалярное произведение Пси и Руиты — это число. Равняется Руиты на Руиты. Но это число. Поэтому можем число прокоммутировать с вектором и получаем вот это число. Скалярное произведение Пси на Руиты равняется Пси. Вернее, помножить на Пси. Равняется Руиты на Руиты. Отсюда мы видим, что решение этого уравнения на собственные векторы и собственные значения — это один собственный вектор у проекционного оператора, это Пси. А на что мы еще надеялись? И одно собственное значение — это Пси на Пси, нормировка единица. Тогда энтропия любого чистого состояния равна нулю. А теперь мы вспоминаем ограничения, что энтропия не отрицательна. И что мы сразу же получаем? Мы получаем, что любое чистое состояние обладает минимальной энтропией, нулем. А значит, любое чистое состояние обладает максимально возможной информацией о свойствах квантовой системы, которая доступна наблюдателю. Это следует из определения энтропии. А теперь вспомним самую первую лекцию нашего курса, в которой мы стартовали с постулатов квантовой механики. И первый был постулат, поскольку мы тогда создавали теорию чистых состояний, пока еще квантовую механику чистых состояний, первый был постулат, что состояние любой микроскопической системы описывается вектором состояния Пси. И тогда я сказал, что часто в этот постулат еще вносят довесок, что это состояние обладает максимально возможным количеством информации, которая доступна получить макроскопическому наблюдателю о микросистеме. И тогда я сказал, что я не буду добавлять этот довесок в постулат, поскольку рано или поздно мы покажем, что данное утверждение из квантовой механики выйдет само. То есть его не нужно притягивать за хвост. Вот, наконец, спустя больше чем полгода от начала нашего курса и в другом семестре я свое обещание выполнил. Я посчитал энтропию чистого состояния, квантовую энтропию, увидел, что она минимальна, а значит, действительно чистое состояние несет в себе максимально возможную для классического наблюдателя информацию о состоянии квантовой системы. И это полностью согласуется с первым постулатом квантовой механики. То есть вообще говоря, формализм векторов состояния, вы видите, самосогласован, поскольку, как вы понимаете, понятие энтропии пришло к нам не из квантовой механики дополнительно, все-таки мы его притащили из шеннономской классической теории информации, и здесь обобщили. В общем-то, это нетривиально, что понятие, взятое из классической теории информации, обобщенное на квантовую механику, вдруг возьмет и даст доказательство одного из самых фундаментальных утверждений квантовой механики. Как-то совершенно нетривиально откуда это вылезло. Но мы долго к этому шли. Понятно, что на любых нормальных лекциях по квантовой механике, которые не занимаются всеми этими основаниями долго и упорно, а учат людей чисто конкретно решать уравнение Шредингера и теории возмущения еще там чему-нибудь, вот до этого не дойдут никогда, но просто времени не хватает. Поэтому проще постулировать. Хорошо. Вот кажется, что здесь все понятно. Вот кажется, что здесь совсем все понятно. А сейчас я расскажу о двух тонкостях, которые из этого утверждения идут. Первая тонкость. На самом деле у нас опять вылезает скрытая параметра квантовой механики. Почему? Потому что мы только что доказали, что чистое состояние обладает максимально возможным количеством информации, доступным для макроскопического наблюдателя. Но это утверждение совершенно неэквивалентно тому, что чистое состояние обладает полной информации о состоянии квантовой системы. То есть несмотря на то, что энтропия чистого состояния с точки зрения наблюдателя, помните, что квантовая механика — это наука не только о микросистемах, или не только о квантовых системах, наука еще о том, что их наблюдают наблюдатели. И без этого дополнения квантовая механика не имеет смысла. Помните, да? Так что понятие информации максимально доступной для макроскопического наблюдателя не тождественно в полной информации, необходимой для описания квантовой системы. Оно может быть и тождественно. Мы не знаем. Но всегда можно сказать, что на самом деле полная информация закодирована в каких-то дополнительных переменных, дополнительных наблюдаемых, еще каких-то дополнительных свойствах, дополнительных, может быть, взаимодействиях, которые, как мы помним, недоступны измерению любым макроскопическим измерительным прибором. Может быть, потому что он просто не может перевести вот эти свойства в макроскопические термины. Мы помним, что макроскопический измерительный прибор, у него вход-то может быть и микроскопический, чтобы взаимодействовать с микрочастицами, ну или с квантовыми частицами. А выход всегда должен быть классический, макроскопический. То есть он всегда либо стрелка, либо набор цифр, либо точка на экране осциллографа. Это все понятия классические. Вполне возможно, что есть, по крайней мере, это наше утверждение о максимально возможном количестве информации, оно не опрорегает того, что есть еще какая-то дополнительная информация, которая от нас принципиально скрыта. И квантовая механика с этим соглашается. Есть скрытые параметры, или скрытые, не знаю, наблюдаемые, которые мы не можем никогда измерить. Не то, что она соглашается, это можно себе представить в рамках такого подхода. Ну и, соответственно, друзья мои, вот эти скрытые, тонкие параметры, как угодно их называть. Вопросы, существуют ли они, или мы их просто выдумали. Вопрос тоже очень нетривиальный. Мы этому вопросу посвятим несколько последующих лекций. Это будет очень нетривиально. То есть лекции 4 мы ему сейчас точно посвятим еще в нашем курсе. А пока я просто хочу, чтобы вы эту штуку осознали. Давайте я немножко пока пробегусь голопом по Европам. А есть ли реальные альтернативы квантовой механики, которые воспроизводят, скажем так, результаты квантовой механики, но являются теориями, в которых явно присутствуют некоторые скрытые, ненаблюдаемые параметры? Они присутствуют в теории, но мы знаем, что их наблюдать мы каким-то причинам не можем при помощи классических приборов. Есть ли такие теории? Или, может, мы просто их из головы как-то так выдумываем и пытаемся что-то с ними сделать? Ответ – да, такая теория есть. Это не очень красивая теория волн пилотов Дебройля Бома. И она была создана, по-моему, в 1952 году Дебройом, развивая идею Дебройля о корпускулярно-волновом дуализме. Почему эта теория не изящная, поскольку если квантовая механика допускает множество представлений, координатная, импульсная, энергетическая, вообще любое представление связанное с любой наблюдаемой величиной, то теория волн пилотов Дебройля Бома работает только в координатном представлении. Этим она уже проигрывает по универсальности квантовой механики. Во-вторых, там есть много сложностей с введением спина в такую теорию. Люди как-то с ними справляются. В конце концов, эта теория до сих пор, можно сказать, экспериментально не опровергнута. Там есть скрытые параметры, они не локальные скрытые параметры, то есть противоречащие еще и теории относительности заодно. Ну, там много чего в ней есть. Я не знаю, я ее в основном курсе точно не планирую рассказывать. Может быть, когда-нибудь у меня дойдут руки снять дополнительную лекцию про эту теорию. Значит, мы с вами еще поговорим о неравенствах Белла и о том, что эти неравенства выполняются, когда у нас существуют определенные классы скрытых параметров, ну, как правило, локальных скрытых параметров, то есть тех, которые совместимы с теорией относительности. В настоящее время экспериментально обнаружено нарушение данных неравенств, которые, ну, скажем так, при определенных условиях, о которых мы тоже еще поговорим, уж извините, что я так анонсирую, тоже, значит, к сожалению, исключает, вот говорю, простейшие, наиболее логичные скрытые параметры, переводя их в разряд, скажем, нелокальных скрытых параметров, что, в общем, тоже у нас сразу же дает трудности со специальной теорией относительности и вообще ведет, по большому счету, к пересмотру всех оснований физики, которые нам известны. Ну, если вдруг это так. Ну, однако, в настоящее время пересмотры, наверное, всех оснований физики за счет того, что существует одна теория, которая в универсальности проигрывает квантовой механике, но может давать предсказания те же самые, что и она, в большинстве случаев, ну, как-то немножко странно, да? Вот. Зато, с другой стороны, с помощью скрытых параметров мы можем вполне себе естественно и, ну, как-то для нас вполне приемлемо описать, почему квантовая механика, измерения в квантовой механике имеют случайный характер. Правда? Потому что мы усредняем по неизвестным нам величинам и, соответственно, переходим от точных значений к распределению, да? А в единичном акте измерения это распределение может, так сказать, случайным образом какая-то точка этого распределения появится. Поэтому вроде, как бы, вот это объяснение, оно про случайность, про объяснение случайности при помощи скрытых параметров, оно, ну, наш классический разум, оно вполне себе тешит, да? А с третьей стороны, как мы помним, есть Капетгагенская интерпретация, в которой в свое время Бор и Гейзенберг вот прямо постулировали, что в квантовом мире случайность имеет фундаментальную природу, фактически, введя случайность еще в один закон природы, который не стоит доказывать, вообще не стоит разбираться, есть ли природа этой случайности, ну, то, что она есть, потому что так природа захотела. Опять-таки, хорошо это или плохо, ну, это дает нам повод сосредоточиться на самой квантовой механике, а не на различных ее псевдоклассических объяснениях. А с другой стороны, знаете, чисто философски, я уже, по-моему, говорил, любое ограничение, любой запрет думать о чем-либо, например, о природе случайности, да, или механизме случайности, он может и затормозить развитие науки, да, может быть, есть какой-то механизм случайности, может быть, он отличен от скрытых параметров, может, просто мы его сейчас придумать не можем, может, следующее поколение, может, кто-то из ваших, например, там, однокурсиков или вы сами, возьмете и придумаете этот механизм, и все паразицы скажут, о, вот она, новая истинная квантовая теория, да, и то, что мы изучаем сейчас, оно вот будет потом изучаться примерно, как вот сейчас наивная теория, там, атома Бора Замерфельда, да, такая преднастоящая квантовая механика, да, вот, может быть, это тоже какая-то преднастоящая, на самом деле, квантовая теория, просто мы этого еще не знаем. Так, а теперь я обещал вторую вещь, а вторую вещь я оформлю в виде парадокса, и, значит, следуя некой доброй традиции, я не скажу решение этого парадокса, уже такое было, если вы помните, и я знаю решение, сразу же говорю, я знаю решение этого парадокса, то есть, как бы, вот все, что я сейчас вам скажу, оно имеет разрешение в квантовой механике, просто надо подумать и понять, в чем это разрешение. А теперь давайте я вам, собственно, сам парадокс, скажем так, как бы вот так сформулировать, чтобы было совсем провокационно. Давайте сформулируем так. Проекционный постулат Макса Борна не имеет смысла. Вот так давайте сформулируем. Или, не знаю, там, принцип суперпозиции не имеет смысла тоже. Или давайте еще третий раз сформулируем, чтобы совсем как бы упасть в глазах тех, кто будет смотреть эту запись нормальных людей. Измерение чистых состояний в квантовой механике невозможно. Теперь попытаюсь этот парадокс вам сформулировать. В любой... Итак, пусть до измерения квантовая система находилась в чистом состоянии Пси. Мы проводим измерение какой-то наблюдаемый А квантовой системы. Или наблюдаемый F. Давайте измерение наблюдаемый F. Обозначим ее. Ну и естественно, что наблюдаемый F мы ставим в соответствии Эрмитов-оператор, как мы помним, у которого есть набор собственных векторов ну и собственных значений. Да, друзья мои. Все как надо. Давайте, так сказать, у нас конечномерное гибридовое пространство, чтобы здесь был конечномерный набор, чтобы, значит, у нас были состояния невырожденные. Это не влияет на парадокс. Сразу же говорю, на решение парадокса это не влияет. Это просто упрощает. А теперь мы, измеряя наблюдаемую F, измерили какое-то значение F и T. А это означает, что после измерения система перешла в чистое состояние F и T. Согласны? Ну, стандартная формулировка. Тогда вероятность возникновения состояния F и T, C и T. Это есть Пси на F и T, там по модулю в квадрате. Вот там проекционный постулат Макса Борна, соответствующий, так сказать, принцип суперпозиции. Все здесь содержится в этом простое рассуждение. Кажется, мы его проходили 100-500 раз. А теперь я возьму синий фломастер или красный и пройдусь здесь в следующем. В квадрате здесь нет. Да, ВИТ я хотел написать ВИТ. Вероятность. Я сказал вероятность, я написал коэффициент C и T при этом. А теперь давайте мы пройдемся здесь. Итак, энтропия начального чистого состояния равна нулю. Все согласны с этим? Только что получили. Конечное состояние тоже чистое. Его энтропия равна нулю. Согласны? Значит, изменение энтропии во время измерения равно нулю. Изменение энтропии, ну там минус изменения энтропии, равняется количеству информации, которую мы получили. Значит, во время измерения мы получили нулевое количество информации. А значит, мы, вообще-то говоря, не можем знать. Мы не получаем информацию о нашей системе. Ну, как бы, мы не можем знать, в какую перешла, так сказать, система состояния. Что мы измерили. Но если мы это все знаем, значит, у нас есть какая-то информация. Да? Вот отсюда сюда. Вот, например, сюда какая-то информация о том, что это ФИТ. Правда? У нас же какой-то там хоть бит информации послать, что это ФИТ. Правда? А с другой стороны, мы не можем это сделать. Мы только что сказали, что у нас энтропия не изменилась, а значит, информация не изменилась. Мы ничего не знаем. Измерения сделать не можем. Получить информацию об результате измерения не можем. Все, караул. Никаких конечных состояний не знаем. Вероятности вычислить не можем. И, значит, квантовая механика чистых состояний. Все, рушится. Все, караул. Мы только что опровергли весь, так сказать, фундамент. Ну, как это? Мы опровергли два постулата основных, так сказать, квантовой механики, которые связывают мат-аппарат, значит, векторов состояния операторов в гильдовых пространствах с тем, что мы называем наблюдением над квантовой системой. Только что сказали, что не может это быть с точки зрения квантовой теории информации. Все, друзья мои. Два постулата не работают. Ну, еще раз поясню для тех, кто начал смотреть с этого места мою лекцию, что это и есть парадокс. Он имеет решение. Более того, я вам подсказал это решение. Минут 10 назад. Почти открытым текстом подсказал. А знаете, а мы продолжаем дальше. Изучать теорию, которую только что опровергли. Вот. А именно. А давайте мы с вами возьмем и начнем считать классические квантовые энтропии для различных состояний. И пусть у нас, пусть у нас, значит, первое, что будет, это давайте рассмотрим какое-нибудь двумерное гильдовое пространство. Ну, и соответствующий, так сказать, пусть у нас будет базис. Ну, скорее всего, это базис собственных векторов, но нам это сейчас не особо важно. Вот. Пусть у нас будет соответствующий базис, в котором наша матрица плотности диагональна. Ну, она самая простейшая матрица плотности 2 на 2. Вот. И мы хотим посчитать, собственно, энтропию этого состояния с точки зрения квантовой энтропии фон Неймана и с точки зрения энтропии Шеннона. Да? Вот. Ну, давайте посчитаем. С точки зрения энтропии фон Неймана здесь, собственно, даже не требуется особых пояснений, а именно у нас сумма двух, значит, слагаемых, отвечающих, собственно, двум диагональным матричным элементам, поскольку у нас сейчас они же являются собственными значениями этой матрицы, да? У нас два собственных значения, одна вторая. Ну, просто по построению, это очень тривиально. Тогда сумма собственных значений, два, ну, это будет энтропия такая, ровно соответствующая одному биту. Правда? В этот раз. Хорошо. А что такое Шеннон? Ну, мы можем ввести два состояния. Состояние, скажем, давайте вот так. Мы можем ввести два состояния. состояние плюс 1,0 и состояние минус 0,1, да? Вот. Ну, две величины, так сказать, проекции, условно говоря, спина по оси Z вдоль и, значит, против. Да? Это две случайные величины. Давайте плюс и минус. Вот, соответственно, мы видим, что проекции плюс ставится в соответствии вероятность V от плюс равная 1,2. Проекции минус ставится в соответствии вероятность V минус тоже равная 1,2. Согласны? Тогда мы можем ввести ансамбль. Ну, не знаю, как мы его обозначим. Давайте P, который состоит из случайных величин плюс и минус и соответствующих вероятностей. V от плюс равная 1,2. V от минус равная 1,2. Ну, они удовлетворяют всем условиям нормировки. Все, что надо, все удовлетворяется. Правда? Да? Можно рассматривать данное состояние вот так, если мы хотим считать Шенноновскую энтропию. Тогда получаем то же самое собственно, что Шенноновская энтропия она тоже равна 1 бит в таком подходе. Правда? Вот. Ну, и мы видим, что в данном случае квантовая энтропия фон Неймана и классическая энтропия Шеннона этого состояния, если мы рассматриваем его вот с этих двух позиций. Кстати, видно, что я написал красным маркером? Хорошо. Видно это. Прекрасно. Значит, мы рассматриваем с двух позиций. Они равны. Да? Что мы отсюда можем извлечь? Ну, несколько вещей, совершенно несколько вещей. Наверное, первая и самая главная вещь, что если мы посмотрим на эту матрицу плотности, я не зря ее взял, мы, наверное, вспомним, а может быть и не вспомним. Где у нас всплывала такая матрица плотности? молчание. Помните, мы рассматривали запутанные состояния Бэлловские. Там были спины одна-вторая, например, там в Бэлловском состоянии Пси-минус, в спиновом синглете. И тогда само Бэлловское состояние было чистое состояние двух спинов, одна-вторая, а каждый спин находился в смешанном состоянии. И каждое такое смешанное состояние описывалось в матрице плотности Ро. То, что она смешанная, можно, глядя на эту матрицу, понять просто по определению смешанного состояния. Правда? Что след Ро-квадрат чему равен? Устно считается. Одна-вторая. Первое, что мы видим, что энтропия смешанного состояния больше нуля, в отличие от энтропии чистого состояния. А значит, смешанное состояние содержит меньше информации, чем чистое состояние. Вопрос, а почему, а где, собственно, меньше? Но помним, что чистое состояние, если бы у нас было чистое состояние ПСИ, мы могли бы его разложить во что? В суперпозицию. Давайте я объясню. Собственно, где мы теряем информацию? Если бы у нас было гипотетическое чистое состояние, то мы его раскладываем в суперпозицию. ПСИ равняется, давайте, С1 плюс прибавить Е в степени и ФИ С2 минус, где коэффициенты С1 и С2 я беру действительными числами, и у нас фиксирована относительная фаза между состоянием плюс и минус. Да? Согласны? в то время как смешанное состояние это состояние С1 ну, они у нас действительные, поэтому пусть С1 будет в квадрате плюс плюс прибавить С2 в квадрате минус минус и в данном случае информация об относительной фазе между состояниями плюс и минус которые содержатся в чистом состоянии она у нас потеряна информация меньше энтропия больше согласны друзья мои это первое а второе мы с вами видим что квантовая энтропия фон Неймана и классическая энтропия Шеннона в рассматриваемом нами случае а именно случае когда матрица плотности диагональна они равны друг другу наверное совершенно очевидно что этот пример можно распространить вообще на диагональные матрицы плотности и понятно что это будет всегда да опять-таки вспоминаем что в прошлом семестре когда мы смотрели на значит справедливость теоремы Байеса в квантовой механике она была справедлива только тогда и только тогда когда соответствующие матрицы плотности были помните диагональны как только они были не диагональны и не коммутировали соответствующими наблюдаемыми то у нас получалось отличие от теоремы Байеса это все оттуда у всех так сказать растут ноги оттуда но это еще не все давайте теперь посчитаем классическую шеннонскую энтропию и энтропию фон-неймана квантовую для для случая когда матрица плотности ρ квантовой системы не является диагональной давайте сделаем так возьмем конкретный базис опять плюс и минус и возьмем два чистых состояния состояние пси-1 которое в точности совпадает с базисным состоянием плюс и состояние пси-2 которое является суперпозицией базисных состояний плюс и минус очевидно что это два неортогональных состояния поэтому соответствующие матрицы плотности будут в базисе плюс и минус не диагональные матричные элементы ну легко строим да ну и вероятность каждого из состояния пси-1 и пси-2 сделан такую матрицу плотности что вероятность каждого из этих состояний тоже по одной второй чтобы нам не мучиться с какими-нибудь более сложными числами тогда легко можем построить соответствующую матрицу плотности просто по определению дальше переводим пси-1 и пси-2 в базис и плюс и минус и получаем в конце концов вот эту матрицу можем это делать при помощи прямого произведения можем это делать при помощи разложения несимметричных проекторов находя место каждого несимметричного проектора в матрице в общем у нас помните сто пятьсот методов есть как строить подобные матрицы плотности вот построили ее и давайте найдем энтропию фон то есть квантов для этого мы что должны мы должны диагонализовать эту матрицу плотности она не диагональна найти собственные значения ну решаем соответствующие квадратные уравнения собственные значения у нее не то что очень хорошие но они два различных есть соответственно можем посчитать энтропию здесь тоже как бы некое приведение подобных слагаемых я сильно надеюсь что я нигде не наврал в промежуточных выкладках в результате получаем что значит соответствующая матрица плотности вернее что соответствующая энтропия значит фон неймана для такой недиагональной матрицы плотности ну вот чуть меньше там чем один бит вернее чуть больше чем пол бита 0,6 бита а теперь шенноновская энтропия а шенноновская энтропия у нас есть два состояния вот мы сказали да то есть две случайных величины каждая из которых сопоставляются вероятности первое случайное величине v1 второе случайное величине v2 соответственно у нас значит энтропия соответствующая первому состоянию вот второму вот ну это один бит мы уже считали да и мы видим некоторое практическое наблюдение если в диагональном случае у нас энтропия фон неймона и энтропия шеннона совпадали то теперь у нас энтропия фон неймона и энтропия шеннона не совпадают более того шенноновская энтропия больше чем фон неймонская энтропия а это значит что если мы переходим уже к терминам информация это значит что если мы хотим передать информацию с помощью квантовых состояний вот таких рассматривать состояние как квантовые то мы передадим больше информации чем с помощью аналогичных классических состояний да это уже становится интересным это уже так сказать становится занимательным раз мы можем передавать больше информации то значит скажем если мы ставим квантовый компьютер то между квантовым способом каким-нибудь между различными элементами этого квантового компьютера можем передавать больше информации за один такт да а значит вычислять быстрее согласны и вообще можем больше информации больше плотность повысить информации то есть можем как-то не знаю там и сигнал улучшить телевидение там радио все что хотите там банковские операции улучшить убыстрить да все можем сделать опс а это уже интересно и это было бы интересно если бы мы не вспомнили что это вполне конкретный пример мы взяли вполне конкретную недиагональную матрицу плотности и в ней высчитали квантовую и классическую энтропию ну получилось что классическая больше квантовая а может возьмем другую недиагональную матрицу плотности и получим неравенство обратное и наши мечты о том что мы так сказать сделаем квантовый компьютер быстрее классического или будем передавать информацию плотнее квантовую чем классическую все идут в корзину да они идут в корзину только если мы не докажем какую-нибудь общую теорему и знаете о счастье общая теорема есть а именно друзья мои ответ на вопрос всегда ли классическая энтропия превышает квантовую ответ на этот вопрос всегда ну или по крайней мере равна ей если так сказать у нас диагональный случай и значит действительно что-то в это в квантовой теории информации есть да а давайте докажем эту теорему но прежде чем доказывать данную теорему давайте все-таки переведем ее на рельсы того что доказывать то нам с вами ну что пусть у нас есть некоторая квантовая система да описываемая матрицей плотности ро и пусть имеется некоторое так сказать наблюдаемое в этой системе наблюдаемое f пусть у нас система конечно мерная вот а спектр у нас наблюдаемый f значит соответственно не вырожденный да все так сказать прекрасно это есть если квантовая система описывается матрицей плотности ро то вероятность ну набора f это соответственно набора вполне себе классических случайных величин да сколько они случайно возникают значит если у нас квантовая система описывается матрицей плотности ро то вероятность появления или вероятность возникновения вероятность измерения случайной величины f l он задается через соответствующую вероятность которая есть след от матрицы плотности ро и проектора на состояние fL, но отвечающую собственному значению, конкретному fL из всего набора. Прекрасно. Таким образом, мы с вами можем взять какую-то наблюдаемую, рассматривать ее спектр как случайной величины и вероятность измерения каждого значения спектра, которая связана с матрицей плотности ρ-системы. Правда? Ну и с проекторами. Тогда мы можем создать ансамбль, давайте назовем его QF, чтобы точно знать. Помните, у нас ансамбли были в классической теории информации? Вот там QP, давайте его Q-ансамбль, классический. Это же классический ансамбль, его выдает наш макроприбор на выходе. Согласны? Ну и то, что он отвечает в личине f. Тогда энтропия вот такого ансамбля всегда больше либо равна, чем фон-Нейманская энтропия квантовой системы, в которой этот ансамбль был измерен. равенство достигается, соответственно, если у нас наблюдаемая f и матрица плотности ρ коммутируют друг с другом, то есть вероятность матрица плотности ρ становится диагональной в базисе fL, и соответствующие вероятности возникновения того или иного значения f совпадают с диагональными матричными элементами матрицы плотности ρ. Прекрасно, да? Фух, выдохнули. Теперь докажем данное неравенство. Да, кстати, в предыдущих вычислениях мы же все это неявно пользовали. Там у нас были проекции спина, да, все вот это. Мы тоже это все неявно пользовали. Просто мы это так вот четко не формулировали. Тем не менее... Николай Кривич, там w и t, наверное, равно ρ и t. Нет. w и t равно ρ и t. Или w l t равно ρ и t. Ну, индекс должен быть один. Вот. В данном случае, значит, множество всех изменений индекса i равно множеству всех, так сказать, изменений индекса l. Ну, будет какое-то взаимно однозначное соответствие между ними, можно установить. Хорошо, друзья мои. Ну что, давайте рассмотрим матрицу плотности ρ в базисе собственных векторов ρ и t. Тогда там она имеет спектральный вид, да. Ну и соответствующую вероятность в... Давайте рассмотрим возникновение собственного значения f, l, значит, наблюдаемый f, v, l. Ну что такое? Это след от матрицы плотности ρ, от проектора, да. Ну, соответственно, это будет фактически матричный элемент. Матрица плотности ρ в базисе f, l. Мы уже много раз доказывали, что вот это равняется вот этому в первом семестре. Поэтому сейчас я просто напоминаю. Ну что, берем, подставляем сюда матрицу плотности ρ. Вот вспоминаем, что давайте вот эти коэффициенты назовем скалярное произведение коэффициентами c. От чего они зависят? От ρ и этого, то есть, так сказать, от диагонального матричного элемента, который стоит на этом месте, матрица плотности ρ, и от значения f, l, которое мы хотим измерить у наблюдаемой. То есть эти коэффициенты имеют два индекса, l и i. Да? Ну и, соответственно, для вероятности v, l мы суммируем по i, ну а зависимость от l, вот она выносится сюда. Правда? Прекрасно. Вероятности мы посчитали. Теперь легко понять, что вот эти коэффициенты c, l и t по модулю в квадрате, они еще и нормированы на единицу. Если при данном конкретном i мы суммируем по всем возможным l. Ну действительно, так сказать, при данном конкретном значении матрицы плотности у нас какое-то значение должно выпасть наше наблюдаемое. Но это всегда будет какое-то значение, да? Ну здесь очевидно, что берем, подставляем сюда, и коэффициенты c через явное значение, да? Здесь получается f на f кет набра, это будет проектор, а мы еще суммируем по l. Суммируем по l вносим под знак матричного элемента, поскольку роид и от l независим, да? А здесь суммируем по всем проекторам на все базисные состояния. Правда? Ведь собственные векторы оператора, эрмитового оператора f, они оборудуют базис в том же самом гидридовом пространстве. Да? Только базис отличный от базиса, состоящего из собственных векторов матрицы плотности ρ, который, помните, тоже является эрмитовым оператором. Согласны? Вот, тогда эта сумма. Есть единичный оператор. Если вы помните, мы доказывали чуть ли не на первой лекции эту замечательную формулу. Ну и здесь единица. Ну что, поехали. Давайте теперь считать энтропию Шеннона. Ну, вот она, энтропия Шеннона по ансамблю QF. Это сумма по всем L, VL, логарифм VL. Ну, минус, само собой. Давайте мы через парциальную энтропию ее, так сказать, так и оставим с вами писать. Да? Потому что парциальная энтропия нам сейчас понадобится. Каждая парциальная энтропия удовлетворяет чему, подчиняется чему? Она является какой функцией? Вогнутой. И подчиняется неравенству Генсона. Помните? Прошлая лекция неравенства Генсона сейчас работает. Итак, Шеннонская энтропия ансамбля QF есть сумма вот эта, которую мы вот такие энтропии обозначаем. Теперь давайте вспомнить, что такое VL. Вот такая вещь. Сумма коэффициентов по модулю в квадрате. Это действительные коэффициенты, которые изменяются от чего? От нуля, правда, до единицы, поскольку их нормировка единица. Согласны, друзья мои? Прекрасно. Ну, на ρ и t это у нас случайная величина. И что здесь сумма коэффициентов, сумма которых равна единице, на случайную величину? Оп. Оп. Для каждой такой H пользуемся неравенством Генсона. Ну, сумма по L остается, по и t остается. Здесь выносится C, L, и t по модулю в квадрате. Здесь H от ρ и t, соответствующая парциальная энтропия. Друзья мои. Теперь H от ρ и t не зависит от суммирования по L. Согласны? Суммирование можем поменять местами. Выносим суммирование по i сюда. Ну, здесь статы тоже зависят, поэтому это под суммирование по i. А еще суммирование по L. А что у нас суммирование по L? Единицу. Уже проверили. Значит, это будет сумма по i от ρ и t. Ну, то есть, это минус, р и t, логарифм, р и t, сумма по i. То есть, сумма по всем собственным значениям матрицы плотности ρ вот таких величин. А это что такое? Это не что иное, как определение энтропии фон Неймана. Да, через собственные значения. Вот, смотрите, опять сработало это определение очень удачно. Согласны? Ну и все. Соответственно, это энтропия Шеннона, нашего ансамбля классического QF. За счет неравенства Йенсена она больше либо равна, чем энтропия фон Неймана, нашего состояния, в котором находится квантовая система, которая задается при помощи матрицы плотности ρ. «Ура! Наше неравенство доказано!»